Я занимаюсь тем, что я люблю. Я занимаюсь тем, чем мне хотелось бы. Актерство. Да, я изображаю других людей. В общем, вокруг этого мне хотелось бы вертеться. Но почему-то трудности этой профессии в детстве рисовались какими-то другими. И трудности были красивы, и мучения были сладкими, и все тяготы этой профессии рисовались все равно какими-то очень романтическими. А откуда вот эта любовь к актерству? Я не помню никаких других за собой желаний. Что-то маму там мне с папой говорили, там повар, что-то. Но это что-то несерьезное. Я себя с этими желаниями не помню. Многие мои зрители думают, что я, в общем, родился и помру на эстраде. Мне не хочется их разуверять, но сначала в мою жизнь вошел театр. Сначала вошел мечтою. Но мечта не хотела сбываться. Трижды Ефим пытался поступить в театральное училище имени Щукина, и трижды неудачно. Первый раз я дошел до третьего тура и срезался на этюдах. И я не очень понял, что такое импровизация. Я знал, что такое выучить текст. Я уже примеривался каким-то ролям. До поступления просто был буквально один шаг. Я, когда поступал в Щукинское училище, дошел до третьего тура и там свалился на этюдах. Только мне могло в голову прийти, я читал монолог Ромео. Можете себе представить, что с комиссией было? Стоит одна, прижав ладонь к щеке. О чем она задумалась украдкой? Ах, быть бы на руке ее перчаткой, перчаткой на руке. Ну, это сейчас я могу так. А тогда, наверное, было очень смешно. Я приехал в Ригу, вернулся домой поверженный. Ефим устроился делопроизводителем в школу, в которой учился сам. Играл в школьной самодеятельности. Учителей в школе не хватало. И делопроизводитель по просьбе дирекции подменял учителей. Через год после второй неудачи он поступил в Рижский университет. Я решил поступать на филфакт. Ну, а чего? Не поступлю, заберут в армию. И снова, весной, когда пришла очередная пора приемных испытаний в театральные вузы, Шуфрин без колебаний забрал документы и в третий раз уехал в Москву. Поступок? Поступок. Его существование на эстраде, в театре, это каждый раз и риск, и поступок. Его, кстати, в театральное уже в училище не взяли. Он поступает в эстрадно-цирковое. Снова туда, где море огней, Снова туда, с тоскою своей. Я любил цирк, но свою судьбу с ним никак не соотносил. А эстраду всегда считал каким-то дополнением к театру. Но мне казалось, что эстрадный артист – это, ну, это вот... Почти хобби для любого театрального артиста. Ему повезло. Тот курс в цирковом училище, на который он поступил, хотели уже расформировать за профнепригодность, когда его принял Роман Виктёк. И я дирекции сказал, что я попробую. Я их никого не знаю. И, естественно, я понимаю, что нужно дать какой-то такой этюд-упражнение, когда не все, всей группой будут участвовать. И я говорю, что бы вы хотели, предлагайте любую вашу тему. И кто-то из них сказал, мы хотим сделать поездку на БАМ. Режиссёр потом не раз вспоминал этот эпизод и больше всех доставал из Шуфрину. Степень фальши меня просто потрясла. Я закричал – стоп! И сразу вопрос ему – ты хочешь на БАМ? Нет. Я говорю – а зачем вы врёте? В Ахтанговке театр и Щукинской училища, конечно, у меня из головы никуда не делись. Где-то они вот там на жёстком диске. Мечта сбылась. Но через 20 лет, когда Ефим вышел на сцену театра имени Вахтангова в спектакле «Я тебя больше не знаю, милый». Ефим Шифрин – один из первых учеников режиссёра. Их лучшая совместная работа «Я тебя больше не знаю, милый». Самый вахтанговский спектакль театра Вахтангова, как единодушно называют его критики. Тогда, в 93-м, занятия в спортзале совпали с репетициями спектакля «Я тебя больше не знаю, милый», который ставил Роман Виктюк. Это было испытание для Шифрина. Его эстрадника позвали на большую сцену и именно в любимый Вахтанговский театр. Фима особенный. А мне кажется, артист, которого знают и любит публика, обязательно должен быть особенный, потому что Фиму ни с кем не перепутаешь. Он так относится к театру, с таким пиететом, с такой нежностью. «Слушай, маньяр, как ты посмел войти в спальню моей жены? Блядь! Гони! Вон отсюда, вон, и пусть только попробует переступить порог нашего дома! Вон! Вон! Шифрин тогда решился на эксперимент. Его партнером по сцене был Сергей Маковецкий. Ну, Сережка такой всегда был. Худенький, поджарый, ладненький. А я-то, куда меня раздевать на сцене? Я чем можно только защищался всегда. Тут бабочка, здесь воротничок, здесь стойка. Просто такая многослойная капуста. Лишь бы закрыть себя, лишь бы спрятаться от мира. И тогда я услышал вот этот первый по залу пробежавший шумок. Такого от Шифрина никто не ожидал. С тех пор он более внимателен к своей внешности, даже готов на определенные жертвы. Я помню отчетливо, когда я увидел Фиму на сцене впервые. Это было и в этом театре, в театре Вахтангова, где играл Сережа Маковецкий и Ефим Шифрин. И тогда меня поразило, я помню, что Ефим совершенно был на равных с такими мастерами. Особенно Сережа, очень изощренный театральный артист. И Ефим его ничуть не проигрывал. Это вот где-то, наверное, год 93-й. Со спектакля на гастроли, с гастролей на съемки, со съемок на репетицию. Это и есть его жизнь. Шифрин не жалуется и не мечтает о думании. Слушай, а где мой топлив? Реквизитор, прошу, пожалуйста. До выпуска спектакля «Принцесса Ивонна» остался один день. Для Ефима просто это прекрасный материал. Он создан для этой роли. Поскольку там есть элементы, ну, такие фарсовые, гротесковые в этой роли, а в то же время она требует глубины, драматизма и какого-то, ну, ума на самом деле. Это все в фильме, как в человеке, и в художнике все это есть. Весь этот диапазон. И вот громкая премьера в Вахтанговском театре. На первый показ «Принцессы Ивановны» съехались все столичные критики и журналисты. Девочки, а я когда? Две минуты. Две минуты? Да. Этот, как его? А... А у меня лицо будет трясти. Последние штрихи – королевская мантия и на сцену. Но шифрена мы здесь видим уже только в костюме. Без парика. Буквально за несколько часов до спектакля режиссер Владимир Мерзоев отменил эту деталь. Решил, что для перевоплощения в героя шифрену лишний грим не нужен. Ну, это фактически прогон для меня. А-а-а! Так надо же сразу говорить. Играем для Мерзоев. Дай-ка мне донос. Это несение. Ну, вот видишь, страна опять бурлит. 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 А чего она боится? Сама не знает. Чего ей не бояться? Я не хочу быть ни на кого похожим. Я знаю инструменты профессии. Я знаю какие-то маленькие секретики, которые ведут к успеху. Но я не постиг самого главного. Как в тебе возревает другой человек? Как ты становишься другим? Для меня это все равно осталось загадкой. Оказывается, наши фильмы о том, как сбываются мечты. Время сделало свой круг. И мы вернулись к точке, с которой начали свой рассказ. Прошло без малого 40 лет с тех пор, как сбылась почти детская угроза Ефима Шифрина, что он будет входить в театр Евгения Вахтангова, как в родной дом. Что будет раздеваться в актерском гардеробе, а на прославленной сцене будет идти очередной спектакль с его участием. А вот все увеличит. Вот он блеск. Пусть будет много праздничных огней. Много людей. Много людей в нарядных костюмах. Блеск праздничный. Если с высокомереной не обрекнуть, она и подавится. Подавится. Подавится наверняка. Подавится на смерть. И никто не задумывает, что это слишком глупо. И только не спать не шар. А с высока, с высока, с высока ее и убьем. Убьем, а с величина. Мой директор Толик, например, он мне говорит, да ты посмотри вообще. Ты вообще бога не гневи. Вся твоя жизнь сплошная, удача. Я требую примеров. Я требую доказательств. Он начинает загибать пальцы, и я понимаю, что он прав. Да, я сегодня, может быть, сумел бы по-другому жить. Но я хочу признаться вам, за эту жизнь я две отдам. Но я хочу признаться вам, за эту жизнь я две отдам.